приветствую дорогие друзья на нашем канале где мы с вами уже ежедневно обсуждаем новости политики экономики новости фонда рынка и в этом видео мы подведем предварительные итоги прошедшие всей торговой недели поговорим с вами о ценах на нефть поговорим с вами о курсе доллара поговорим о ситуации в наших портфелях ну и вообще какие у нас были на этой неделе позитивные моменты какие негативные и что примерно нам стоит еще ждать итак дорогие друзья мы начинаем итак дорогие друзья по традиции мы с вами начинаем с фондовых рынков фондовые рынки как и вчера так и сегодня находятся в красной зоне фондовые рынки вновь падают но сегодня неудивительно что было падение мы об этом говорили сегодня пятница многие фиксируют позиции но от падения вчерашнего и сегодняшнего есть очень большая разница если вчера еще на всех фондовых рынках шли огромные очень сильные объемы на продажу то сегодня этих объемов как раз таки и нет это лишний раз дает повод думать что вчера высказанную мысль в данном вот видео как раз таки находит свое подтверждение скорее всего вчера выходили какие-то крупные фонды из активов и конечно же это доверило рынке вниз вниз и вниз сегодня пятница многие должны бы были по идее фиксировать свои позиции но это таких объемов мы с вами не наблюдаем самое главное что наш рынок что американский что те же самые европейцы они удержались на своих усиленных уровнях поддержки если мы говорим про российский рынок в частности про индекс московской бирже то индекс московской бирже удержал вот эту сильную поддержку 2700 пунктов его пытались внутри дня проливать намного намного ниже но уже ближе к закрытию рынок вновь обратно от купили и закрываемся мы вроде бы как и на позитиве самое главное что нас сильно далеко не пролили если мы смотрим вот сейчас на без 10 8 то и америка то тоже сильно и не падает если мы упали на три десятых процента америка еще торги во всю продолжаются падает меньше чем на две десятых процента это на 19 49 и я думаю что сильных объемов сильных каких-то неожиданностей мы там не увидим что нам это дает а дает нам это долю оптимизма на следующую неделю если бы случилось то падение про которое я говорил вот в этом вчерашнем видео что нас могут пролить еще на 3-4 процента но это бы очень негативно сказывалось бы на следующую неделю но этого не случилось мы не сильно сегодня падали закрылись на своих хороших уровнях и это наоборот в нас вселяет оптимизм что же на следующей неделе мы увидим довольно таки неплохой рост и скорее всего наш российский рынок попытается поштурмовать свое сильное сопротивление в 2800 пунктов и я думаю наверное мы это сопротивление возьмем если смотреть по индексу s&p 500 по америке то скорее всего они отправятся штурмовать сильный уровень в 3000 пунктов вот взяв вот эти уровни ну тогда можно говорить о довольно таки сильном росте дальше там мы можем увидеть рост рынка где-то процентов еще наверное ну как минимум на 5 а то и 10 и там они упрутся уже в сильные свои сопротивления это уже декабрьские такие сопротивления там уже фактически три четверти пути от мартовского падения будет пройдено но об этом говорить еще рано а строить планы на всю следующую неделю мы с вами будем воскресенье когда на нашем канале будет рубрика ежедневник инвесторы еженедельная там мы обсуждаем важные события которые будут происходить внутри следующей недели и строить свои стратегии планы на следующую неделю что же происходило вообще сегодня но сегодня на самом деле такой был негативный момент с точки зрения нефти многие писали вот нефть падает владимир как же так ты говорил но если мы опять-таки сейчас посмотрим то нет то находится на допустимых значениях 35 долларов за баррель все пока идет вписывается в те сценарии которые вам рассказывались на данном канале мы выросли довольно таки существенно выше 36 долларов мы показали за эту неделю колоссальный рост по нефти и я вам говорил что фондовый рынок это как живой организм вот представьте если вы будете постоянно бежать вы же не сможете бежать постоянно час два три 4 5 но вы устанете и рано или поздно вы все равно остановитесь какой бы вы там мега марафонец не были бы но вы все равно станете и требуется передышка соответственно то же самое происходит и что с товарными рынками что с фондовыми рынками без разницы мы про какие рынки будем говорить они растут 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 необходимо коррекция отдохнули пошли дальше наверх поэтому ничего страшного в том что нет немножко откатилась лично я не вижу ну и самое главное это вписывается те сценарии про которые я вам говорил что наконец мая месяца я ожидаю видеть нефть в районе 33 30 минут диапазон 33 35 нет на этой неделе показывал намного лучшие результаты я думаю что на следующей неделе мы вновь будем находиться выше отметки 36 долларов за баррель что же на самом деле сподвигло вроде бы как нет на коррекцию мы с вами знаем что помимо технического анализа нужно еще и фундаментальное обоснование и конечно же когда есть основание для технического анализа фундаментальное обоснование можно уже более или менее подогнать под технический анализ ну и игроки конечно же подгоняют этот под технический анализ под эту коррекцию на нефтяном рынке это отношение соединенных штатов америки и кита а именно то что они боятся что будет возникать проблема со спросом у того же самого Китая, проблема с экспортом и так далее. И, конечно же, это в игроков немножко вселяет такую долю негатива, скажем так. Но самое главное событие, которое многих сегодня волновало, и я тоже услышал в свой адрес несколько таких негативных комментариев, скажем так, чтобы мягко сказать, это люди, которые любят потроллить меня и говорят, ну вот видишь, доллар-то пошел отрастать, рубль опять начинает слабеть. Ну и этому есть как раз-таки логическое объяснение. А ситуация как раз-таки зависящая от нефти. Я об этом скидывал сообщение у себя в телеграм-канал. Кто, кстати, не подписан на телеграм-канал, обязательно заходите. Ссылка есть в описании и в закрепленном комментарии. Так вот, сегодня нефть марки Brent находилась выше 25 долларов за баррель нашей российской нефти Уралс. И, конечно же, тогда вот Центробанк перестает продавать валюту. Ну, конечно же, это оказывает поддержку доллару, и доллар за счет этого начинает укрепляться. Ну, одновременно с этим мы должны еще не забывать еще один момент, который важно знать. Пятница. Многие фиксируют свои позиции в долларах. То есть доллар, в том числе и в России, во всем мире, многие же все равно фиксируют позиции кто-то, в том числе и мы сегодня так делали. Что происходило? Происходит то, что выбрасывают акции, требуется доллары, забирается кэш. Соответственно, доллар тоже имеет свой спрос. Именно поэтому сегодня такое небольшое локальное движение доллара вверх и произошло. Никакого другого обоснования такому движению доллара вверх вы не найдете. Кстати говоря, про доллар, я специально здесь посреди видео это напомню. На нашем канале идет конкурс по прогнозу курса доллара на 31 мая. Но прогнозы, которые вы будете писать, принимаются сегодня последний день. Сегодня 22 мая. Ссылка на видео, где принимаются ваши прогнозы, находится в описании и, конечно же, в закрепленном комментарии. Заходите, кто не участвовал, пишите свой прогноз на 31 мая. Но фактически это прогноз будет на 29 мая, потому что 31 мая это уже воскресенье. Поэтому заходите, думаю, здесь не так сложно предугадать курс доллара. Пишите свое мнение, кто не участвовал. Призом будут служить ваши донаты, которые вы присылаете. Ссылка есть в описании и в закрепленном комментарии, куда вы можете отправить свой донат. Ну а самое главное, что творится у нас все-таки в портфелях. Подведем такие итоги недели, как предварительные. Все основные итоги с табличками будем подводить уже, конечно же, завтра. Сегодня меня очень сильно волновал один вопрос. И, конечно же, волновал он меня с точки зрения того, что эту бумагу я очень хорошо распиарил на своем канале. И мне было просто-напросто интересно. Вот в такие неспокойные времена, как поведет себя Норильский никель. Вы все прекрасно знаете из этого вчерашнего видео, что я остался на дивиденды. И, конечно же, мне интересно было, как сильно бумага гопонет. Но разочарование у меня было с утра, на самом деле, очень сильно. Я удивился. Норильский никель гопонул довольно-таки хорошо. И гопонул выше дивидендов. Ну, это был праздник для шартистов. Но праздник продлился недолго. И бумага очень быстро. За меньше, чем за полдня она подошла к отметке в 22 тысячи рублей за акцию Норильского никеля. И даже были моменты, когда она отрастала до 22-300. Мы с ребятами в закрытом чате. Кто-то из подписчиков там пошутил. Говорит, что Норка идет на рекорд и пытается закрыть гэп в один день. Может быть, это бы и произошло, не будь сегодня пятница. Но сегодня пятница. Многие стали фиксировать эту позицию. И, конечно же, она просто-напросто не доросла. Я всегда на рельском никеле остаюсь на дивиденды. Я не избавляюсь перед дивидендной отсечкой. У нас прибыль и так была довольно-таки хорошая. То, что на рельский никель очень быстро будет закрывать гэп. Я об этом много раз уже говорил. И здесь лишний раз повторяться не буду. Конечно же, очень сильно меня сегодня еще волновала ситуация с акциями. Это компания NVIDIA, которая вчера вечером отчитывалась. И мы с вами знаем, что бумага была очень сильно перегрета перед отчетом. Ее очень сильно разогнали. Но вчера она показалась такую смешанную динамику вечером. И многие ребята, опять-таки, что с закрытого, что просто подписчики, что телеграм-канал, что ютуб-канал, что инстаграм, что вконтакте и так далее. Они спрашивали, Владимир, а что дальше делать с ней? Закрываем позиции, не закрываем позиции? Я говорил, дорогие друзья, движение компании NVIDIA очень сильно мне напоминает бумагу Amazon. То есть она на ожидании хорошего отчета уже были включены в котировки. Она может немножко откатиться вниз. Но через день-два она обратно вернется на свои максимальные значения. Это мы сегодня же как раз-таки с вами увидели. Бумага весь день находилась в диапазоне выше 350 долларов. А с открытием американского рынка бумагу и вновь задрали на свои хаи. Я чуть-чуть ниже продал эту бумагу, но не жалею. Прибыль по этой бумаге осталась у меня шикарной. Вторая бумага, которую я ждал с нетерпением. Мне было очень интересно посмотреть, как эта бумага будет сегодня отчитываться. Это, конечно же, компания Alibaba. Почему у меня был к ней очень сильный интерес? Ну, как раз-таки это из-за отношений Соединенных Штатов Америки и Китая. Угрозы со стороны США все сильнее и сильнее. Я об этом очень много сейчас писал и в Пульсе, и статей много уже выпустил у себя на Яндекс.Зен. Кстати, кто не подписан в Яндекс.Зен, обязательно заходите, подписывайтесь на меня в Яндекс.Зен. Там очень много полезной информации для вас выходит. Ну, так вот. Мне очень было интересно, как поведет себя данная бумага. Ну, конечно же, она не показала такого бурного роста. Отчет у нее, вот ее отчет, кстати. Отчет шикарный, как я и говорил. Но те опасения, которые есть у игроков на фондовом рынке, не позволили просто Alibaba показать весь свой потенциал роста. И вроде бы на отчете она скаканула довольно-таки неплохо, там на 214+. Но тут же ее быстро обратно и загнали под Плинтус. Конечно же, от этих бумаг я уже и вчера говорил, и сейчас подтверждаю свои слова, что я какое-то время постараюсь держаться подальше от китайских компаний. Alibaba, конечно же, я буду за ней следить. Если она уйдет довольно-таки хорошо вниз, ее можно подобрать в инвестиционную часть. И, ну, на срок где-то от минимум полугода, это минимум. Она в дальнейшем будет показывать свою хорошую динамику. Я убежден, что вот весь вот этот конфликт США и Китая продлится чуть дольше, чем идет предвыборная гонка в США. А потом потихоньку этот конфликт будут спускать на тормоза. Мы уже много раз говорили о причинах, почему Трамп затевает вот эту всю торговую войну. Он сейчас проигрывает Байдену, ему нужна срочно победа. Подробно мы говорили вот в этом видео. Кто не смотрел, зайдите обязательно это видео. Посмотрите, там подробно это все рассказано. И сейчас Трампу, ну, он пошел просто-напросто, как говорится, ва-банк. Точно так же те же самые бумаги нас интересовали и в нашем закрытом портфеле, ну, портфеле закрытого чата, на который мы положили, точнее я, по крайней мере, положил 50 тысяч рублей. И ребятам из закрытого чата показываю, как вот с небольшого депозита, именно с небольшого, 50 тысяч рублей, я думаю, позволить себе может почти каждый подписчик, можно потихоньку-потихоньку его раскручивать. Ну, вот фактически за полторы недели, что этот портфель существует, прибыль по данному портфелю составляет почти 10%. Она бы и составляла бы 10%, но в связи с тем, что Норильский никель откатился на 500 рублей, прибыль чуть-чуть меньше. Вот такая прибыль была сегодня, вот буквально перед началом съемки видео, я делал скриншот, скидывал эту сумму в портфель, ой, в закрытый чат, и прибавьте сюда сумму дивидендов, это 500 рублей, а от портфеля это был бы на самом деле 1%. Я считаю, довольно-таки неплохая прибыль за полторы недели. Напомню, дорогие друзья, что в банках вы отдаете деньги на год под депозит. Ну, вот некоторые разные комментарии пишут, где-то кто-то даже писал 6%, но это за год. Это представьте, вы 50 тысяч рублей положили в банк на год, и через год вам дадут 6%. Здесь мы положили 50 тысяч рублей, и за полторы недели сделали 10%. Я считаю, это довольно-таки хороший результат для такого маленького портфеля, где особо даже не развернуться. Да, я был вынужден включить маржинальную торговлю. Многие скажут, Владимир, но как же твое правило, что не брать плечи? Но здесь другого выбора просто не оставалось. Мы брали точно так же в закрытый портфель и инвидио, и алибабу, и без плечей там просто было не обойтись. Но плечи мы берем очень осторожно и очень на короткие дистанции, и прекрасно все оценивают свои риски. Все планы на будущую неделю, мы будем говорить в воскресенье, полноценные итоги по основному нашему портфелю, спекулятивно-публичному, мы уже будем подводить завтра, потому что сейчас вовсю торгуется еще Америка, и может быть какие-то сюрпризы она нам тоже может преподнести. Там есть доля оптимизма, сегодня Фаучи там выступал и заявил, что препарат от компании Модерна является перспективным. На фоне всего этого, конечно же, Модерна тоже хорошо подросла, но потом ее немножко затоптали вниз. Ну, у этой бумаги есть определенный потенциал, ее можно хорошо спекулировать, на откатах покупать, на хаях ее продавать, но здесь, конечно же, необходимо просто-напросто находиться у терминала и видеть, когда какие объемы пошли, чтобы не прогадать с точками входа и с точками выхода. Я сегодня взял эту бумагу к себе в закрытый портфель, вот этот, но взял ее с такой перспективы, чтобы она там просто какое-то время полежала. Еще раз, дорогие друзья, хотелось бы вам сказать, что на нашем канале конкурс идет сегодня последний день. Уже завтра, когда выйдет вечернее видео, ваши прогнозы приниматься не будут, поэтому принимайте решение, думайте, какой курс доллара будет на 31 мая 2020 года. Заходите на ссылку в описании видео, пишите свой прогноз, ну, призом будут служить ваши донаты. Кстати, дорогие друзья, сегодня стали регистрироваться под нашим ником Invest Profit практически во всех социальных сетях в ближайшее время заработать. То есть информация будет везде разноплановая, каждому где-то будет интереснее поискать нужную, полезную для себя информацию. Но это уже будет на следующей неделе, скорее всего, в понедельник. Все это вам уже буду оглашать. Если же вам данное видео понравилось, обязательно тогда подпишитесь на данный канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить все следующие видео. А также обязательно лайк, если не нравится видео, разочаровываю вас чем-то, ну, либо вот то, что сегодня не из офиса, а из машины снимаю, просто времени даже сегодня до офиса нету доехать, все со споставщиками общаюсь, то тогда ставьте обязательно дизлайк. Отблагодарить данный канал вы можете, отрепостив наше видео, а если хотите помочь данному каналу материально, то можете проспонсировать данный канал с помощью кнопочки «Спонсировать». Тогда вам еще достанется там несколько видео бонусом. Конечно же, подписывайтесь на наш открытый телеграм-канал. Там новости все выходят в онлайн-режиме. Грубо говоря, это все новости, вся аналитика в одном телеграм-канале. Конечно же, кто хочет еще более читать, более фундаментальные статьи, то подписывайтесь на меня и в Яндекс.Зен. Я выкладываю некоторые статьи в телеграм-канал, но не все. Кстати, сегодня вышли еще там несколько статей по техническому анализу некоторых акций. Ну, в частности, вот этой акции вышел обзор и, конечно же, с графиком технического анализа. Так что обязательно заходите, читайте, смотрите. Я надеюсь, что эти статьи вам каждый день помогают принимать верные решения на фондовом рынке. Ну, а я с вами на этом, дорогие друзья, уже буду прощаться. Пока-пока и до завтра.